За земляного деда, за первого царя у Рустика. Класс. Кинг все ищет мне клад, пока найти не может. Так что погнали. Ух-ти. Помощник этого, блин, судьи. Я горшок разрубил. Есть? Есть горшок. Все, стоп. Монета, вот она. Я не знаю, вот она, наверное, силененькая, смотрите. Да, да, да. Вот она, ребята. Это двушка. Стоп. Вон еще. Мои, мои, мои. Вот она, вот стой. Я вижу. Вот она. А там, Сереж, что нашли? Еще. Двушка, трешка, пятак. Двушка, трешка, пятак. Прямо сейчас, что ли? О, да, ребята, смотрите, двушка. Офигеть. О, еще, еще. Двушка, трешка, еще. И еще здесь. Вон она, вон она. Епты. Еще одна. Ну, это пятак. Пятачок, ребята. Двушка, держи, держи. Ребята, нашел. Но он там, камрад, нагнулся. Там, камрад, нагнулся. То есть, два камрада нагнулись. Серый, что там? Осколок от клокольчика. Да ладно, Сережа, надписи есть? А мне маленькие. Ясно. Илюх, у тебя что? Да не знаю, цветнина, как ищи не копалась. Цветнина. Но у меня, ребят, я нашел. Это трешка. 30 какой-то год. Но старый формат. То есть, ранний советик. Ребят, первое, что я копнул. Первый. Больше ничего я не копал. Первый сигнал. Аська. Аська подняла. Так, скинга, наверное, железо. Ничего себе, это зачетный металл. Зачетный металл. Какая-то шестерена. Ребят, ну, находка, конечно, не по металлу. Но находка достаточно интересная. Смотрите, надпись. Я не ругаюсь, ребята. МБ. Грин, блядь. Ну, то есть, конкретно зеленый. Да, грин, блядь. Владимир Губ. Владимир Губ. Грин, блядь. По форме, ребята, это уксная бутылочка. Но жалко, что она это. Этот фундамент, может, на ночь, ребята, оставим. Нет, это кучу накидывали. Это уже засыпали. Ну, нет, это понятно. Но интересно то, что, смотрите, толстый. Пава этот, как он? Подпольный венец держали. Плюс, смотрите, царская бутылка, донышко. Это раз. Вот такую вот фиговину откопал. Это два. И плюс еще третья какую-то бутылочку. Кстати, наверное, кинка ее грызет. Да, кинка ее грызет. И вот такая маленькая бутылочка. То есть, вот этот фундамент, в принципе, можно обозначить на ночь. Расширить. Так как у нас от лагеря он недалеко. И, я думаю, перспективно. А пацаны фундамент бьют. Помните, на том прошлом фунде, где я поднял 24-го года несколько советиков там ранних. Они его бьют, между прочим. Вот этот фундамент, в принципе, можно оставить как перспектива. По находкам, по сопутке. Грин, блядь. Это нормально. Детей уберите от экранов. Итак, ребят, ну, Рустик у нас распечатался. Двушка Николая. Асахран хорош, хорош. Гурт острый. Год, 1916. Бодрая монета. Смотрите, бодрая. Ну, в другой страны. Хорош монета. Очень хорош. Толк печатать, блядь. Хорошая, хорошая. Рус, с распечаткой тебя. Сереж, ты что там делаешь, Сереж? Сереж, ты там поливаешься, Лёш? Я всё же говорю иногда. Короче, у меня монета, Рустика монета, остальные как бы печалька, да, Илюх? У меня вот такая монета. Ну, там жбонь. Зато она окупила все ваши монеты. Ну, 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 ну. Ладно, копаем. Ребят, Рустик, царят копал, вон, Рустики. А царят копал и от лагеря притащил с доставкой на дом. Ребят, звоните. Ну что, привезёт куда угодно. На пассажок, да? Ничего себе, блядь, Сереж, будем пытаться. 15 минут, и Рустам уже тут. Вот это реклама. 15 минут, и Рустам тут. Красавчик. Рустам. А загусили? Придётся туда сбегать эту траву. Ну, давай, ребята. За земляного деда, за первого царя у Рустика, класс. У меня советик, но у Рустика царик. Переплюнул. Кинг всё ищет мне клад, пока найти не может. Вот, так что погнали. Что, тебя оставить? Серёга. Нет, я лучше это подмыхаю Илюхиной и занюхаю. Сейчас я подмыхаю. Я пойду через два фундамента к Рустику. Вот один. Потом второй. Рустик. Что-то там матерится и говорит, ты это обязан снять. Что же он там здесь откопал? Не знаю. Но я говорю, если фигня, лопатой по хребту получит. Я тебе сейчас замкну. Сам мне даст. Так. Вот она. Ух ты! Это... Ух, ребят, это бомба. Это, грубо говоря, ребята, помощник. Ух ты, тут бутылка-то какая. Ёлок твоя налево. Ух ты! Это, ребята, типа помощника судьи городового. Твою дивизию. Сейчас я немножко освечу. Что здесь? Наш конник самарский. Какой школьник, блин? Я говорю, конник самарский. А, да. Это помощник. Помощник этого, блин, судьи. Так. А2. Да. Блин, Рус, это бомба. Это бомба сегодняшнего дня. Бухайте, бухайте! Ё-твоя налево. Это, ребята, вообще бомба. Оставь бутылочку в покое. Да он ее не прокосит. И унес. Блин, за что-то А2, ребята. 1861. 1861 должен быть. Не знаю, пока я вижу. Шестерку вижу. Я не вижу. Где-то, где-то, да, ты видишь? С права, вот здесь. 1861. А, вот. Нет, вот. Вот же. Нет, 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 вот она. 1901, да, точно. Вообще бомба, ребята. Информацию я вам прикреплю по этой вещице. Оставь мой платок в покое. Исторический факт есть. Огонь, вообще огонь. Ну и по традиции давайте расскажу, что же за штуку мы нашли. От чего я так и радовался. Знак сельский староста. Самарской губернии. Жетон в форме круга. Диаметр 44 миллиметра. Ширина 2 миллиметра. Увесистая штука. Два ушка носились на булавке. С цепочкой. Но нередко в нарушении правил его носили на шее, как медаль. Лицевая сторона. В центре герб Самарской губернии. По окружности надпись «Сельский староста». Оборотная сторона. В центре бензель императора Александра II. Увенчанной императорской короной. По окружности надпись. 19 февраля 1861 года. Знак изготавливался на монетном дворе из бронзы. Вес 21,5 грамма. Должность «Сельский староста» появился в России в ходе крестьянской реформы 19 февраля 1861 года, когда в общем положении о крестьянах, вышедших из закрепостной зависимости, были закреплены его права и обязанности. Староста избирался сельским сходом на три года. Он созывал и распускал сход, приводил в исполнение его приговоры, следил за целостностью границ земель, состояние дорог и мостов, за исправным сбором податей, исполнением повинностей, сохранением правопорядка, общественное спокойствие и прочее. За мелкие проступки, совершенные под ведомостями ему лицами, старости представлялось право подвергать виновных общественную работу до двух дней, денежному взысканию до одного рубля или же аресту, но сроком не дольше двух дней. В общем, царь и бог на селе, самый главный человек. Так что копали мы дом старосты, самого важного человека на деревне. А что произошло дальше, будет еще интереснее. А сейчас возвращаемся на шов. Приятного просмотра. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Прямую любую поддержку. Номер карты под видео, в описании. Заранее спасибо. Ребята, идем в лагерь, освежить, как говорит Рустик, жабры. Че это тынь? Ты выедали, че, блин, Рустик наковырял? Сера, слышали, как я кричал? Ну вы че? Ну как, че? А че, Рустик, мало че принес? Степляшка, что ли? Это ты орал, что ли? Да нет, Сера, у меня в кармане. Пощупай, Сера, пощупай. Че вот в этом? Куда ты лезешь? Че по на носок? Че слышишь? Че слышишь? Сереж, чувствуешь? А, вот этот? Да, большой такой. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, Сереж. А, конина. Нет! Ну-ка, Сереж, да куда ты лезешь, сука? Ты на ощупь, Сера. Челлендж, челлендж. Ну-ка, на ощупь. Сереж. Короче, это монета такой, что ли? Нет. Рядышком, рядышком. А, судья? Иконка, епта на. Нет, не судья. А, не судья. Смотрите, смотрите, на какую. Смотрите за рожью. Ого! Староста серый. Ой-ой-ой. А я А2 серый. Ха-ха-ха. Че, цены, блядь, тыщи. Да прикинь. Рустик. Она нет. Старосту поднял А2, блядь. Осень поднял. Прикинь. Это Рустик поднял? А что ты у нее отделал? Ну, потому что она, наверное, это отойдет в этот карман. Смотри, а сколько налил. Ты прикинь? Я с ногу отберу. Наливай, Рустик, блин. Тут пришел, а у нас в руку нет. Нет, она, ну, она это, на цепочке она была. Нет, две дыры. Сейчас пойдем дальше. Прикинь, блядь, Сережа. О-о-о-о, да. 1861-й год. Нет, 90 какой-то. Нет, 1861-й год. Ну, это образование судебного законодательства, именно 1861-го. А на самом деле... Вот февраль. Ну, вон, видишь, 1861-й год. И вот, видишь, февраля 1861-го года. Это образование, да. Вот, а здесь вот староста, вот староста. Это типа того, помощник мирового судьи, староста. Помнишь, мы Михалычем поднимали? Ну, там, да, это вот помощник. Прикинь, Сережа, козла решил. О, козла. Козла забит. Нормальное применение. О, смотри, он латунный. Да, конечно, латунный. Да, козла-то. Меняюсь. Тибири, бери, бери, бери. Бери, меняю от Тибири. Сельский староста. А, ну здесь козли на самарский. Да, самарский, да. Серый. Не козли. Блин, это просто бомба, Сереж. Это просто бомба. Воду дашь, нет? Там вон. Откройся, рус дверку заднюю. Вообще, за что, ребята. Ну, реакция, Сережа, ожидаемая. Приятная. Да ладно. Смотри, он выбросил. Ну, выбросил, выбросил, я не знаю, куда он выбросил. Не знаю, Серый выбросил, не знаю, куда он что выбросил. Не знаю. Где-то там. Где-то там. Илюха нам тут жаркое, да, приготовил. Но факт в том, что мы пришли вдарить по рюмочке вот за это. Едет Михалыч. Сейчас ему позвоню, он будет вообще в восторге. То, что находка наша. Вот в эту рюмку, где и было, штрафную налили вкуснятиной. Да-да-да, вот Сережа прикалывается. Вот, это рустика рюмка. То есть, Рустик всегда был, как бы, это, вдалеке от шикарных находок, но сегодня... Теперь ты староста. Ребята, фарт, фарт удался. Это, ребята, грубо говоря, помощник старосты, мирового судьи. Вот, это сельский староста, ребята. Вообще огонь. Семь плетей тебе за это. Семь плетей? То, что я ошибся, да? Вообще огонь. Вот этот чувак в нашем камуфляже, видите, да? Все в камуфляже в одном и том же. Вообще классно. Поиск 63, ребята. Лучшее, лучшее сообщество и лучшие находки. На пузырек, покажи, смотри. Ну, пузырек, да. Пузыречок такой. Кто знает, объясните. Ну, это, наверное, бальзам какой-нибудь. Кажи надпись. Мастер деморой был. Бальзам какой-то был. Здесь у нас что-то... Дэээнд Чегото. Вот такая бытука сейчас. Будет ли грибы, Кинг? Да, грибы здесь это... Суслики везде будут. Грибы здесь накопали. Говорят, давайте грибы пожарим и съедим. Он уже довольный такой, вот, знаете, довольный. Собакен уже довольный от грибов. Ладно, сейчас еще Михалыч подъедет. Тот еще фартовый чувак. Чем-нибудь еще интересно откопает. Смотрим. Будет интересно. Итак, что-то пикает у Фишера. Что-то пикает у Мини Лаба. Там подъехал Михалыч. Дело попрет. Чего? Они че? Показывай. Они че? Ну давай, давай. Чего ты? Иди, снимай. Титки теряешь. Давай. Все, титки у меня нет. Смотрите, какой фундамент. Здесь, в принципе, хорошая сопутка. Все, отстань, уйди, не мешай. Смотрите. Сопутка. Древесина. Кирпич. Очень глубоко. Если я стою, смотрите, попопок. То есть по пояс. Тетя Аурус. Михал. Тебе яма пасить. На. О, у Сереги там обувка вылетает. Ёшкинка. У Рустика какая-то медная шняга. Корчежбонь. Ладно. Будут находки. Фундамент неплохой. Хороший. Сходил за камерой. Сверх, нахрен ты сюда кидаешь? Мы здесь копать будем. А, ясно. Итак, ребята. Асечка. Откопала. Вот она. Трешка. Николаевская. В принципе, неплохой такой. Такой неплохой. Год. Год сказать не могу. Но она, смотрите, хорошая. Вот это вот, смотри. Хорошая трешечка. Вообще хорошая. До дна здесь докопать невозможно вообще. Здесь потому что... Залезли типа Санька сюда. Чего? Потому что мы начали здесь копать. А он пришел как монеты пошли. Вот порося. Вот порося. Вот эти два нахлебника наезжают на нас, блядь. Вернее, на меня. Рус его разрабатывать начал. Я пришел. А эти так. Не пришей рукав. Ребята, надо еще пеном посыпать земляному деду. А ты помнишь такую? Темную, которую устраивали. О, да, ребята, смотрите, двушка. Офигеть. Держи. О, еще. Еще. Двушка, трешка. И еще. И еще здесь. Руки вон она, вон она. Ем ты. Еще одна. Ну, это пятак. Пятачок, ребята. Офигеть. Держи. Субтитры сделал DimaTorzok